Девушки отдыхают 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 а нужно снимать поэтому я считаю что на самом деле пропаганда в том числе политическая пропаганда должна и что вообще у нас кстати когда я учился никакого губернатора и никакого руководителя из полкома облсовета не висела нигде нормально учились я вам расскажу что несколько историй будущий депутат областной думы приехали в китай есть такая провинция на ноги мы встречались партийным руководством этого субъекта скажем так этой области первое что они у нас попросили это как можно у вас учителей мы дадим тысячу долларов зарплаты полное государственное обеспечение обеспечим квартиры всем остальным не нужны и мне политики не инженеры даже не нужны учителя потому что учитель это главное а вот зарплата учителя это очень важно финальдии говорят что 10 процентов лучше лучших выпускников школы 10 процентов лучше идут учителя а у нас 10 процентов худших почему потому что вы же сами создали ситуацию где учитель знаете почему учителя работают на полторы ставки это явно видно потому что на 2 есть будет никогда она нечего и поэтому что работают полторы ставки но это не нормально когда учителя работают за мизерную зарплату и поэтому если мы хотим чтобы образование продвигалось конечно прежде всего зарплату учителя тем более что еще давно мы говорим о том что служить у нас единая страна единое образовательное пространство ну почему учитель где-нибудь в курской области или в орловской получает в разы меньше чем учитель в москве но это же не нормально они же общие это наши общие дети поэтому все все финансирование образование а кстати я вам напомню что римляне говорили что у нас три функции учить лечить и защищать так вот учить нужно так чтобы любой ребенок имен одинаковая доступ к образованию а это естественно сказывается на учительском составе потому что почему лучше учителя уезжают из санкт-петербург и другие крупные города зарплата выше жить легче ну и контингент более мотивирован причем я же понимаю что у нас мы столкнулись с нашей школы есть профессиональные родители это такая интересная вещь они выносят пост всем они знают все ничего не понимает но с инициативой сумасшедший учителя надо прежде всего оградить и от них я извините меня управление образованием потому что это невозможно еще такая интересное наблюдение знаете кто для муниципального руководителя он назначает в школе директора является приоритетом тот кто исполняет все его команды по поводу извините меня выборов на лет учитель и тоже вращение естественно обязательно четко поставить задачу никаких учителей в избирательных комиссиях быть не должно приходит и начинает о добром вечном и великом говорить и когда я с филиппом хорошо знаком и очень его уважаю когда ты можешь это было возможностью для детей которые находятся на периферии поступить вузы но чем меньше бюджетных мест вузов тем меньше мотивов потому что это уже не имеет никакого смысла а вот стрессов для родителей учителей такое количество ну не дает так как же в Синляндии и другие страны обходятся без игры да обходятся прекрасно на самом деле его нужно или отменить или модернизировать на мой взгляд вот вы смотрите на эти слайды видите что школу мы построили всего она обошлась где-то миллион миллиард восемьсот миллиард девятьсот то есть сто тысяч на метр но таких школ это нормальная постоянная сельская школа вот таких школ должны быть во всей россии ровно столько сколько школ вообще есть потому что это новое но это только возможно для учителей и для детей развиваться в этой школе вы увидели что есть все для того чтобы геннадий что-то мы с ним тоже обсуждали поставил задачу трудовое воспитание я почему могу вам родиться коллеги потому что я сам работал учителем в родной школе а помните был такой пока я преподал трактора и автомобили в бразилковской средней школе который я раньше учился будущие за мастерскими молодым инженером и у меня после курсов или выходили с правами это очень важно когда дети имеют возможность работать сами руками и конце своего обучения могут спокойно там воспитили еще что-то как это вот в нашей школе целый этаж вот именно под это образование помимо этого сейчас на слайдер и еще поможет дать только без звука в нашей школе рядом взгляды такие образовательные пространства которые позволяют выяснить откуда у корова молоко кто такой вообще зати потому что к сожалению уровень образования сейчас иногда даже в сельских шоу не позволяет узнать вообще кто такой агроном у нас кстати есть такой интересный смешно будет интересно московские школы они конечно смотрят телевизор о котором мы говорим приезжает играть хочу вас корова не сиреневая они оказывается думают что мелкий войн это как раз так она которая дает то есть они думают что корова сиреневая нам пришлось их убеждать что здорово черно-пестрые вот они у нас такие мы часто говорим о том что единое государство должны дать единые возможности я абсолютно убежден что рассматривать образовательный процесс нужно в таком ракурсе детский сад школа и вуз а потом уже они должны выйти нормальными специалистами которые нужны государству бизнесмен если бить а выше школ могу сказать что те люди которые приходят в аграрных вузах выступал замминистра средства криста их нужно самого начала перемещать но это не вина этих детей это прежде всего беда потому что например когда я у всех этих аграрных вузов которые собираются рисковать дорог спросил а у вас есть робот который дует коров в качестве учебного пособия ни одна рука не прибылась то есть уровень обеспечения материальная база учебных заведений должна быть наглую там на две головы выше чем ну и следить за новейшими разработками а у нас к сожалению научить ребенка ну там студента новейшей технологии можно только либо очень хорошим передовом хозяйстве либо к сожалению вывести его за границу мы так и делаем берем молодых граммов молодых зоотехников и отправляем германию голландию там они уже смотрят как работает новейшие системы приезжают уже готового специалиста но это ненормально потому что вообще проблемы россии это отсталые технологии а нам нужно срочно как приемли на 2 ждем прорыв прорыв заключается в одном прежде чем я вас совершенно согласен с рекомендациями это совершенно другое финансирование образовательных учреждений это совершенно другая зарплата учителей это совершенно другие подходы кстати к питанию министр здравоохранения замминистра должен знать что вот эта система контрактных закупок где главный является минимум цены приводит тому что покупает самое не качество и как можно образование просить детей учителей чтобы было нормально здорово если вы питаетесь черный чем мы когда-то в советское время со своей фирмы поставляли клапарное молоко в школу попробуйте сейчас это сделать или заберем лучше это мясо или овощи сейчас это невозможно закон вроде как все приняты как будто хорошие а на самом деле издевательство получается и поэтому свежие яблоки привезти в школу ты можешь только в виде скажем так благотворительности а на самом деле нужно сделать так чтобы все что произведено в россии самое качественное попадало именно в школу а самое качественное и самое лучшее это не самое мешок поэтому я думаю что много статистики мне больше верится в статистику которую олег николаевич сказал но я думаю что вот наша задача обеспечить будущее россии будущее россии здоровые умные красивые если вы хотите их увидите приезжайте по пусть ленина ну а мы покажем там все действительно у нас